Девушки отдыхают Не опускайтесь до этого уровня, я вас умоляю Прожив с Еленой четверть века, Виктор ушел к студентке Бывшей жене он оставил записку Прости, наш брак был ошибкой Вскоре Виктор умер И все имущество нажитое в браке с Еленой досталось молодой жене Варить в квартире голову человеческую Вот, и сейчас он прикидывается у меня овечкой Зачем? Да потому что комната ему нужна Доцент мединститута Илья Рудаковский Вываривал для медицинских нуж на кухне коммунальной квартиры Человеческий череп Его 90-летняя соседка Случайно заглянув в кастрюлю Почувствовала недомогание и слегла с инфарктом Отдавай деньги и все Да еще, говорит, мужа увела А какого у меня его нет? То есть требует, по вашему мнению Разнимите их немедленно Разнимите Ты же подруга, гадина Я же еле стою Ревность проснулась в надежде Куликовой После страстного группового секса С мужем и лучшей подругой Чтобы отомстить приятельнице Куликова решила в срочном порядке Взыскать с нее долг С возвратом которого ранее не торопила Истец Елена Кошелева Подает иск о признании завещания недействительным А также требует закрепить за ней право собственности На половину двухкомнатной квартиры Ответчик Марина Кошелева против иска возражает Прошу садиться Слушание дело открыто Ваша честь, я пришла в суд Просить о защите своих прав на собственность И предъявляю иск, чтобы признать завещание недействительным И мое право на собственность Одной второй части квартиры двухкомнатной То есть у вас два требования Признать завещание недействительным И признать ваше право на собственность одной второй части двухкомнатной квартиры Правильно? Да Ну а теперь обоснуйте Дело в том, что мы с мужем прожили 25 лет В полном согласии В согласии В мире согласия И вот неожиданно я прихожу однажды домой И вижу на столе записку Что наш брак был ошибкой Прости И муж уходит вот к этой вот студентке Ну я была конечно в шоке Представляете, такой удар в спину Никаких конфликтов между нами не было никогда И вдруг такая записка Я очень растерялась А он с молодой женой стал жить в нашей двухкомнатной квартире Эта двухкомнатная квартира была приобретена нами в браке То есть мы жили в браке и приобрели эту квартиру То есть она ему полностью не принадлежала эта квартира Она принадлежала нам обоим А на кого она была оформлена и где вы-то жили? Она была оформлена на мужа, на Виктора А я жила в своей квартире И он со мной жил, когда мы еще были в браке В моей квартире, которая была еще у меня до нашего брака с Виктором Вот там мы и находились А эту квартиру мы сдавали двухкомнатную в наем А когда он женился вот на этой А он стал жить с ней там А как можно развестись по записке и жениться по записке? Нет, он подал сразу на развод Он подал на развод Вот у меня свидетельство о расторжении брака Я с ним развелась Договор о купле-продаже То, что мы совместно купили эту квартиру У меня и договор, вот он Это, что мы купили квартиру в совместном браке А пока я растерялась и думала, что делать дальше Он через неделю умирает Я хотела, чтобы было поделено имущество Подать в суд на раздел измущества Так Но не успела Он вдруг умирает И умирает, представьте себе, самым собачьим образом Вот на этой даме Прям Елена Аркадьевна И похоронили, что там родитесь И похоронили, то он был по-собачьи Она, во-первых, не предупредила ни меня Это слухи Не надо их распускать Не опускайтесь до этого уровня Я вас умоляю Ни моего сына не предупредила Ни Лена Аркадьевна Даже коллег с работы не пригласила Потому что было лето Вроде в отпусках Она этим воспользовалась И похоронила его так, что никто и не знал Ваша честь Я только через неделю узнала, что мужа-то моего уже нету бывшего То есть она его и похоронила уже Я даже не уверена, что она на могилу его сходила Сразу в суд Квартиру хочет Мало ей Всю жизнь его душили Заставляли зарабатывать деньги Отвечется Я не задавал вам вопросов Квартира эта Совместно нажитая И она ему не принадлежала Он увидел эту звезду Которая перед ним хвост распустила Он на эту удочку подался Вы знаете, что такое любовь? И через неделю и умер на ней Какая удочка? О чем вы? А поскольку это молодая, красивая Ему уже за 70 Слава богу, сердце не выдержало Вот он и отдал концы Так, мне позиция ваша понятна Документы мне передайте Не надо судить Что не надо? Елена Аркадьевна, со мной разговаривайте Елена Аркадьевна Передайте мне документы Передайте мне документы А какой любви можете речь в его возрасте? Спасибо Любви, как говорил поэт Все возрасты покорны Давайте Давайте вам Теперь Кошелева Марина Владимировна Здравствуйте Знаете, я все сделала так, как хотел Виктор Он мне много раз говорил, что после встречи со мной Всю свою прошлую жизнь При каких обстоятельствах умер муж ваш? Если вы верите в наговоры этой женщины Я спрашиваю, при каких обстоятельствах умер муж? Он умер в спальне Ночью, утром Я обнаружила холодное тело Перетрудился Утром в спальне он был с тобой Наверное Не отдельно ночью в спальне Да держите вы себя в руках Он был со мной Ну что вы Как я могу держать себя в руках, если она претендует на всю квартиру? Совесть должна быть какая-то у нее? Или что? Сколько вы прожили в браке? Эта женщина всю жизнь сидела у него на шее Вы пилили его, изводили А ты это видела? Между прочим, он мне сам говорил, что ему пришлось отказаться от своей главной цели в науке Да он лапшу тебе на уши вешал Ей было не важно, чем он интересуется Ей нужно было, чтобы у него был вес в обществе Деньги, знакомство, карьера А ему это все было не нужно А вам это было все абсолютно не нужно? Я, между прочим, сама его студентка Я тоже деятель науки Да, мне интересна наука И я любила этого человека Витя был прекрасным человеком Семья держится не на одной науке Наука и жизнь это две разные вещи А любовь? Наука, любовь Какая любовь? У нас была семья Любовь морковь Я уверена, что те несколько недель, которые мы прожили вместе Это были самые счастливые дни Да он через неделю умер-то Несколько недель Елена Аркадьевна, вы хотите, чтобы я удалил вас? Вы мешаете судебному заседанию Но совесть она должна иметь какую-то Вы это уже говорили Вы говорили Дрянь Я предупреждаю вас Предупреждаю вас Что в следующий раз я штрафую Извините, ваше честь За нарушение порядка Вы меня поняли? Ваша честь, а на похороны я не позвала Вы скажите мне Вы их-то признаете или нет? Конечно нет Почему? У меня есть завещание На меня муж оформил На меня свою любимую законную жену Всю квартиру Послушайте, вы были женаты неделю Всего лишь Больше Ну, чуть больше Извините И что ж, за это время успели составить завещание? Что, предвидел? Мой муж был достаточно пожилым человеком К тому же он не глупый Он прекрасно понимал В том-то и дело, что Елене Аркадьевне есть где жить У Виктора был сын Он о нем тоже очень заботился Хотя сын сейчас уехал за границу Они редко виделись Но тем не менее У сына тоже есть жилплощадь И он хотел позаботиться обо мне Не надо мне угрожать Не надо мне угрожать Почему вы не поставили В известность О смерти Вашего супруга Сына его? Я думаю Виктор бы одобрил мое решение Почему? Я его любимая жена Он это не раз Неоднократно повторял Что он хочет перечеркнуть Всю свою жизнь Да, с сыном он наверняка бы общался Но Я не посчитала нужным И думаю Виктор бы одобрил мое решение Любимая жена Понятно Любимая Ну что ж Неделю прожила любимая Еще неизвестно Как бы сложилась ваша жизнь Любимая Я понял вашу позицию Весь день Передайте-ка мне пожалуйста Завещание Это между прочим Документ Подтверждающий то Что квартира принадлежит мне Да у него маразм Если бы он узнал закон Он бы так уж и не нравится Значит скажите-ка мне Елена Аркадьевна Квартира значит Была куплена в браке Да? Да Понятно В вашем браке В нашем браке Не в вашем браке Квартира была куплена Понятно Да это Почему вы не обратились в суд С заявлением О разделе имущества Сразу после прекращения брака Ваша честь Пока я собиралась Представляете Вот неделя всего прошла Да пока я в себя приходила После этого шока Я же не ожидала такого удара Меня с ног просто сбило Когда я увидела эту записку Пока я собиралась Он уже умер Через неделю Итак С момента С момента С момента Смерти вашего Бывшего мужа Сколько времени это прошло? Три месяца Вот до данного дня Другими словами Срок Ваших требований Не истек Нет Вы можете Требовать разделы имущества Правильно? Правильно Потому что требовать разделы имущества Вы имеете право В течение трех лет После расторжения брака Но у меня одна вторая квартира И так принадлежит мне Естественно Вам мало? А он всю жизнь А он может отвечать Какие-либо дополнительные доказательства Стороны будут мне представлять Или нет? Нет, Ваша честь Нет? Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Варить в квартире голову Человеческую Вот И сейчас он прикидывается у меня Овечкой Зачем? Да потому что комната ему нужна За Ильей Рудаковским Уже давно водились разные странности Однако то, что случилось однажды На кухне его коммунальной квартиры Превзошло все ожидания Инфаркту соседки Вызванная милицией И человеческий череп в кастрюле Отдавай деньги и все Да еще, говорит, мужа увел А какого у меня его нет? То есть требования ИСА По вашему мнению Разнимите их немедленно Разнимите Ты же подруга Ух, гадина Я же еле стою Чудовищную глупость Совершила Надежда Куликова Согласившись стать поручителем У своей подруги Приятельница отказалась Выплачивать кредит И все обязательства По его выплате Тяжким бременем Легли на плечи Надежды Оглашается решение суда Итак, судом установлено Что квартира Которая принадлежала Являлась Совместным имуществом Супругов Кошелевых Была завещана Полностью Ответчику Кошелевой Марине Владимировне В соответствии с законом Одна вторая доля Этой квартиры По закону Является Собственностью ИСА Кошелевой Елены Аркадьевны Что? По закону Наследником Вы не являетесь Наследником По завещанию Является Ответчик Поэтому У суда Имеются Законные основания Удовлетворить Ваши требования Признать за вами Право Собственности На одну вторую Доли Спорной квартиры Исполнительный лист Получите После вступления Решения суда В законную силу Решение суда Вам понятно? Да, ваше честь Решение суда Иск удовлетворить Истец Ирина Чашкина Подает иск О компенсации Вреда Причиненного Здоровью Ее матери В размере 65 тысяч рублей Ответчик Илья Рудаковский Против иска Возражает Слушание Дело открыто Что привело В суд? Я Чашкина Ирина Александровна У вас не крыса В руках? Нет Ваша честь Это очень редкий экспонат Это Зародыш Свиньи Свиньи Юрширской Мясной породы У нас в России Вообще таких Еще нет Зародыш Зародыш Вы что его Вынули Из свиньи Что ли? Нет Я получил Его в виде Зародыша Вот этот препарат А зачем вы его Поглаживаете? Он Извините Он Как бы Имеет непосредственное Отношение к делу Из-за него Этот весь сербор Ну и не надо Поглаживать Поставьте Зародыш в покое Извините Извините Я подъявляю иск Компенсация Вреда здоровью Моей матери На сумму 65 тысяч рублей Нашему соседу Дорогому По командной квартире Доверенность От матери У вас есть? Да Ваша часть Все есть Замечательно Документы Слушаю Что произошло? Ну вот С соседом Нам не повезло Кому мне не повезло Еще больше Из нас? Он Его С работы Уволили Он теперь Занимается Частной практикой Мы уже смирились Что к нему Люди всякие Ходят Что с его комнаты Запахи неприятные Идут Мы его вообще Не трогаем Пусть делает Что хочет Что у вас В коммунальной квартире Произошло? В этой квартире Моя мама Пошла в магазин Приходит С магазина Принесла хлеб Посмотрела На плиту Там стоит Наша кастрюля Ну что Она естественно Хотела посмотреть Что там кипит Потому что Когда она уходила В кастрюле Вообще не стояла Никакая На плите Да Когда она Заглянула В кастрюлю Она была В таком Шоке Вы не представляете Она не смогла Даже Сразу Вызвать Скорую помощь Потому что Я бы тоже В таком шоке была Если бы я Это вывидела Там варился Череп Человеческий И представляете Что от черепа Вот так кожа Лопнула И все разошлось Маме моей Было очень плохо Когда вызвали Врача Она рассказала Все Что произошло Та вызвала Милицию Вот Маму забрали В больницу Диагноз Который ей поставили Это Инфаркт Ваша мама Ничего не перепутала Да ничего Не перепутала Я очень люблю Свою маму Я представляю Как ей было плохо Вот Вот этот вот Череп Что в кастрюле Вот в этой варился В этой кастрюле И его Человеческий череп Да Да И самое главное Потому что в эту кастрюлю Человеческий череп Скорее всего Не поместится Конечно А зачем вы принесли Вот эту кастрюлю Как раз Все Голова Не помещалась В кастрюлю Все было сверху Вот находилась Череп Сверху И вот Это облезлая кожа Представляете Вот Я решил Своей большой специальной кастрюли По вине соседки Я у нее попросил Вот то что было Да Она маловато Вот Представляете Вот в этой кастрюле Вот Вот она Вот Естественно Там торчал череп Но собственно Моя соседка В этот момент Ушла в магазин Она вообще Никогда не интересовалась Что у меня варится На плите Мы с ней Имеем Самое лучшее отношение Отвечек Мы сейчас выслушаем вас Истец Все документы Мне передайте Через пристава Пожалуйста Что милиция сказала Милиция нам предоставила акт И оправдала Что криминала здесь никакого нет Вот именно Вот Но Что значит нет криминала Когда человеческая голова В кастрюле варится Здесь все уже нашли Все объяснения Ваша честь Я передал вам все документы У него есть документы Вот Он оправдался Короче Вот А Мне пришлось Лечить мою маму Мне пришлось Вызвать тибетских врачей Чтобы делали иглоукалывание Пришлось покупать Дорогостоящие лекарства Я взяла Отпуск За свой счет Чтобы смотреть За свою маму Я понял И так вы настаиваете На этой сумме Заявленной вами В размере 65 тысяч рублей Понятно Я Рудаковский Илья Михайлович Я вообще не понимаю Что я здесь делаю У меня с соседкой Нет никаких Конфликтных отношений У нас вообще Самые лучшие отношения Какие только бывают У соседей По коммунальной квартире Мы стараемся Вообще друг с другом Не встречаться Я в своей комнате Она на кухне Она уходит с кухни Я выхожу Она никогда не интересуется Что я варю Я никогда в жизни Не возьму ее кастрюлю Без ее разрешения У меня была своя Специальная кастрюля Я всей этой деятельностью Занимаюсь А вы считаете Что проблема Только в том Что вы взяли кастрюлю А не в том Что там Находилась В этой кастрюле Я имею на это Все права Я врач Вот мой диплом Вот договор Справка о том Что я имею право Этим заниматься Если я что-то нарушу Я нарушил максимум Санитарные нормы Я изготавливаю препараты Демонстрационные изделия Для всевозможных Медицинских кабинетов Вот в данном случае Этот череп Я действительно вываривал дома На бытовой плите На кухне Ну максимум Я нарушил Санитарные нормы При этом Но я имел право Иметь его Вот как бы У меня есть все необходимые документы Милиция во всем разобралась Они ко мне не имеют Никаких претензий Передайте мне все документы И скажите мне Почему вы все это делаете дома К сожалению Два года назад Из-за интриг Я лишился работы У нас сейчас врачи Делятся на две категории На честных и нищих И на богатых Но Вот к сожалению Я не выдержал конкуренции Я хотел заниматься наукой А там хотели заниматься Совсем другим На жизнь Я себя зарабатываю Как могу Все что есть лишнее От проживания Трачу На какие-то На какие-то Научные изыскания На что-то полезное Вот я уже говорил Что вот Уникальный у меня в руках экспонат Вот именно этим экспонатом Я занимался в тот момент Когда варился череп Я специально выбрал момент Когда моя соседка Пошла в магазин Чтобы Ну никого не было в квартире Чтобы вообще Никто мне не мешал Она ушла Я ушел Я в комнату занимался Спокойно Работал Вдруг В мою дверь Долбятся Спрошу Кто там Милиция Я говорю Ребят Ну буквально минутку Я не знал Что-то случилось Я думал Может проверить что-то Хотят Узнать что-то хотят Говорю Ну ребят Минутку Сейчас у меня в руках препарат Я сейчас его резиночками стяну Силикон разойдет Сейчас бегут Две минуты Я вам открою Вы представляете Что в хрущевке Хрущевка маленькая Двухкомнатная Там у соседей Шарик воздушный лопный Тут все подпрыгивают Они в мою дверь Шмальнули Три раза из Макарова Я чуть не оглох Они вышибли дверь Они вывлекли меня Они швырнули меня По всей комнате соседки Я влетел в ее сервант Сшиб с этого серванта Ее драгоценную вазу Она всю жизнь меня просила Только об одном Вот эту вазочку Только аккуратненько Не трогай Ой Полинки с нее сдувало Эта ваза грохнулась При ней Разбилась в щепки А почему вообще Решили что все Произошло из-за меня Ей вообще 93 года Этой бабушке Она вот на четвертый этаж Поднялась к себе У нее только от этого В жару уже может случиться инфаркт На ровном месте Что у вас за экспонат? Это уникальная совершенно вещь Я вот в тот момент Как раз делал этот препарат Это зародыш Свиньи Ершинской мясной породы Ее заказала у меня Российская академия Ветеринарная Они собираются закупать Этих свиней Как бы поднимать Наше сельское хозяйство И вот Я еще просто не успел передать Чуть не испортили мне Этой экспонат Милиция Если вы не возражаете Вот посмотрите Какая прелесть Передайте Я посмотрю То есть вот Череп-то здесь при чем? Объясните Ваша честь Это тоже был заказ Это тоже мне как бы Вот у него кастрюля В которой он там все делает Стоит в прихожке С его же со старой грязной обувью А он взял Нашу кастрюлю Она и маленькая Ты куда Зачем она? Тебе с головой все в порядке? Что я буду готовить после тебя? Кушать ее? Докуплю я вам новую кастрюлю Хотя я врач Я могу ее так обработать Что и можно будет Не надо мне обрабатывать Я куплю У меня была своя кастрюля Ваша соседка Ваша мама ее испортила Я не имею никаких претензий к ней Куплю себе Ей кастрюлю Ради бога Причем кастрюля Понимаете Ваша честь Я же не просто деньги заколачиваю Я хочу по-прежнему заниматься наукой Я разрабатываю новые технологии В большинстве случаев Вот подобные препараты Они же требуют специального оборудования Специальных технологий Я делаю свое ноу-хау Что это можно в бытовых условиях Очень просто Естественно В специализированном оборудовании будет еще все проще Еще быстрее Это в будущем будет не просто череп Это будет муляж головы С всеми кровеносными сосудами Это ну это Вот в таком виде как эта свинья Примерно да То есть это тоже будет в силиконовой оболочке Там будет видно все как устроено Ну реально Не производится в нашей стране ничего подобного Ваша честь Пусть он болтает что хочет Я требую возмущения ущерба Который я понесла В результате того что Лечила свою мать Слава богу Я ее вылечила Вытянула Пусть она живет до 100 лет А ты мне заплати деньги Ваша честь Варить в квартире голову Человеческую Вот И сейчас он прикидывается у меня Овечкой Я думаю что у него был просто умысел Да я уверена что он ее хотел со света сжить Зачем? Да потому что комната ему нужна Да комната подождите Да о чем вы говорите Комната приватизирована вашей матерью давным-давно Вы сами представили документы Да И эта комната перейдет по наследству Продай Продай Забери маму к себе Продать это продать Да я не хочу продавать квартиру Ну так это ваше право Ну а при чем здесь Его поведение к старушке-то? Я считаю что просто он хотел ее изжить из-за света А все Скажите сколько раз я ей оказывал помощь Я как врач и сколько раз оказывал помощь Если бы мне хотелось Я бы просто ничего не сделала Давно-давно померла 93 года человеку Да у тебя вообще не все дома Вы все чокнутые Для вас все кто чуть лучше серой мышцы Ну я думаю что все таки надо подбирать выражения В отношении участников судебного заседания Да и вообще в жизни Какие-то дополнительные доказательства у вас есть? Ну ваше честь я не считаю нужным Предоставить тебе дополнительные доказательства У меня нет дополнительных Я требую возвращения Я понял суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Отдавай деньги и все Да еще мужа увел А какого у меня его нет То есть требования ИСА по вашему мнению Разнимите их немедленно Разнимите Ты же подруга Гадина Я же еле стою Ревность проснулась в надежде Куликовой После страстного группового секса С мужем и лучшей подругой Чтобы отомстить приятельнице Куликова решила в срочном порядке Взыскать с нее долг С возвратом которого ранее не торопила Оглашается решение суда Вы заявили иск О компенсации вреда здоровью От имени своей матери В соответствии с законом Под вредом причиненным здоровью человека Понимается нарушение анатомической целости И физиологической функции Органов и тканей человека В результате воздействия физических, химических, биологических Или психогенных факторов Внешней среды Вы неправильно выбрали Способ защиты своих нарушенных прав Если вы считаете Что ваши права были нарушены Вот этим Этой кастрюлей с черепом Ну имеется ввиду вашей матери Вам нужно было выбрать Другой способ защиты В судебном заседании Я выяснял Нарушены ли нематериальные блага Вашей матери И получил отрицательный ответ На основании изложенного Оснований для удовлетворения иска Я не нахожу Поэтому отказываю Вам в удовлетворении Ваших требований А вам я хочу сказать Что конечно Несмотря на то Что закон разрешает Заниматься Производственной деятельностью Как частного предпринимателя В домашних условиях Но все-таки Варить череп Я считаю Как минимум Неэтично Поэтому Мы наладим Да Поэтому будьте добры Соблюдайте все-таки Нормы поведения Даже я такого И не удержала Ты понимаешь Окончено Слушание дела Решение суда В иске Отказать Истец Надежда Куликова Предъявляет иск Об исполнении Долговых обязательств А именно Возмещение Занятых Денежных средств В размере 100 тысяч рублей Ответчик Ольга Пикунова Просит суд Об отсрочке Исполнения Долговых обязательств Здравствуйте Прошу садиться Слушание Дело открыто Итак у нас Не возвращают деньги Да По договору займа Представьте себе Я Куликова Надежда Викторовна Хочу предъявить Иск Пикуновой Ольге Борисовне Которая взяла У меня 100 тысяч рублей И не собирается Их возвращать Прошел уже положенный срок Когда она обещала Их вернуть 8 месяцев Денег нет И поныне Вот каким вот образом Она мне осталась Должна 100 тысяч рублей Она меня убедила Взять деньги На мое имя Я являюсь Заемщиком У банка 250 тысяч рублей А она является Поручителем Деньги нам нужны Мы были для открытия Для открытия своего бизнеса Маленького магазинчика В провинции Продовольственные Хозяйственные товары Договорились мы платить Деньги пополам По 12500 рублей Каждый месяц Четыре месяца Все шло нормально Мы обе выплачивали Свой долг Банку Но наш бизнес Просто развалился Вот пожалуйста У меня есть И бизнес план Который Составляли Вместе Предъявляли Банку Есть документы По выдаче нам Взаем 250 тысяч рублей Потом платить Ольга Борисовна Отказалась В связи с тем Что у нее просто Нет денег Банк требует Деньги И вот Мне мама Оставила по завещанию Вот Копия завещания Пожалуйста Оставила по завещанию 100 тысяч рублей Так Я даю Ольге Борисовне Эти 100 тысяч рублей Она мне говорит Я пойду сама Сейчас заплачу Банке Свой Свою долю Ну свою долю Долга Банку Я ей даю Под расписку У меня есть свидетель Под расписку Даю ей 100 тысяч рублей Она берет эти деньги И в банке В банке Она не появляется Весь Основной Кредит Вот за эти 8 месяцев По 12500 Оплачиваю я Надежда Викторовна Да Надежда Викторовна Я вынужден Задать вам вопрос Ну вот каждый человек В соответствии С требованиями Кстати Гражданского кодекса Должен вести себя При осуществлении Гражданских прав Разумно и добросовестно Ну наверное Вы добросовестно Вели себя Но Не очень похоже Что разумно Человек должен Банку Отказывается Не имеет Или не имеет Возможности Платить Вы после этого Даете этому человеку Который отказался Платить еще 100 тысяч Вместо того Чтобы эти банки Эти деньги Положить Самой в банк Как могло произойти Где разумность Мы с ней дружим С 17 лет Всегда были очень близки Вместе жили в общежитии Ели с одной чашки Расписку вы на эти 100 тысяч Получили? Да Получили Ну слава богу Что получили Передавайте мне все документы Сюда Пожалуйста Вот чики Слушаю вас Отвечется Вас зовут Ольга Борисовна Да? Пекунова Ольга Борисовна Я Ну Практически Подойдите Ко мне Пожалуйста Ко мне Подойдите 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 Вы Да Вы Просто так? Просто так Вы знаете У меня с ногой плохо У меня перелом Вот это вот Ваша Расписка Это моя Расписка Но Вы видите Здесь Не указан Срок отдачи Денег И на что Были взяты Денеги Займите свое место Спасибо Займите Займите Вы понимаете Она устно убедилась Через полгода Я отдам У меня есть новый План Я обязательно Деньги эти верну Продолжайте Продолжайте Отвечаться Ваша честь Я Деньги Согласна Отдать Но Дело в том Я очень вас Прошу Пожалуйста Дать мне Рассрочку На 6 месяцев Я 8 месяцев Ждала Ни ответа Ни привета Но нету У меня денег Ваша честь Нету Понимаете Тем более Я удивляюсь Как вот Как вот мы с ней Дружили Действительно 17 лет Можно сказать С одними мужчинами Спали в одной постели Я категорически требую Немедленно Мамочными сестрами Вы можете Говорить об этом Где-то На задворках Или там В ресторане Где угодно Но не в суде О том Что спали с одними мужчинами И ели Или там Сестрами стали Это ваше дело А здесь вы говорите О том Что Есть расписка Есть требования В соответствии с законом А именно С гражданским кодексом Восемьсот Слушайте меня Восемьсот Десятая статья Говорит О том Что если Дата Возврата денег Не установлена Договором Значит в течение Тридцати дней После Предъявления К вам требований Вы должны Вернуть эти деньги Пустил их Как всегда В оборот Свой Ваша честь Действительно Надежда права Остаться без денег Я была без денег Четыре месяца Выплатила И осталось Без копейки Тут появилось У меня сто тысяч Ну захотела Я их прокрутить Быстренько Организовала Брачное агентство Ну стала Профессиональной Свахой Ну не получилось Через два месяца Бац Опять прогорела Но я не успокоилась Нашла еще деньги В другом месте Одолжила И вот сейчас уже И те будут бегать Взыскать Надежда У меня голова болит И нога Тихо Сейчас И вторая заболит Беспроигрышное дело Я закончила школу Онлайн инвесторов С отличием Вот диплом И сейчас Продаю Ценные бумаги На бирже труда Вот На бирже ценных бумаг Продаю А я думал На бирже труда Нет извините На бирже ценных бумаг Ну потому что Она меня заморочила Совсем Вот Да Кто кого заморочил Кто кого заморочил У меня есть постоянный брокер Вот И вообще Как говорится Ты мне голову все закрутил Буду шутка Своими руками Отдала тебе деньги И еще надеюсь Что ты их выбраешь Интернет трейдингом Будущее за интернет трейдингом Я разбогатею У меня будут деньги Я вам обещаю Ваша честь Я обязательно Отдам В течение Железе На брачной агентстве Ты прокололся Ты уже здесь Подавно Ты слова-то недавно Научилась Надежда Викторовна Ольга Борисовна Я вас призываю Первое Внимательно слушать Что говорю я И второе Не разговаривать Между собой Так вот Я вам хочу сказать Что исходя из ваших слов Когда вы говорите Что вы стали Профессиональным брокером Или кем там Участником рынка бумаг Или профессиональной Свахой Через два месяца Обанкротились Вы профессиональный Нет но сейчас дела идут уже Вы профессиональный Заемщик Денежных средств И профессиональный Растратчик Заемных Денежных средств Вот Какой вывод Я могу сделать Из того рассказа Который вы Привели Дополнительные доказательства Дополнительные доказательства Есть Есть Самое главное Вот сейчас все перечеркнет Все абсолютно То что я скажу Она знала о каждом моем шаге И о свадебном агентстве И вот И о следующей работе Она обо всем знала И обо всем молчала Но случился у меня День рождения Месяц назад Ну и мы так сказать Там выпили Муж был ее Я и втроем И муж решил Вспомнить групповуху И получилась у нас групповуха Утром просыпается она И на меня набросилась Ваша честь У меня настоящий гипс на ноге Настоящий Не искусственный Настоящий гипс Я же на нее не подаю Я ее простила Я ей поклялась Адам Она нет Сейчас Всю минуту Отдавай деньги И все Да еще Говорит мужа увел А какого у меня его нет То есть требования ИСА по вашему мнению Разнимите их немедленно Разнимите Разнимите Ты же подруга Гадина Я же еле стою Тебя вообще на носилку Скоро отсюда унесут Гадина Ваша честь Надежда Викторовна Вы Как относитесь К заявлению Ответчика О том Что ваши требования Возникли после того Как Ревность Вас Разыгралась Да было такое Ну и что Это к деньгам дело Никакого отношения не имеет Правильно Правильно Да была ревность И у меня муж исчез после этого У вас Исчез? Вот как раз Вот туда У нее нет и у меня Что заявили требования В обосновании своих требований Есть? Есть У меня есть свидетель Которая присутствовала При разговоре При подписании Расписки Вернее она подписалась В расписке В том что Денежные неприятности У нас начались С того момента Вы настаиваете На том Чтобы я допросил Свидетеля Да Настаиваю Пригласите Свидетелей Са в зал Свидетелей Са Пройдите Я Лакова Ирина Дмитриевна Ваша честь Я Общая Приятельница Истицы И ответчицы Вообще Оля у нас Конечно Человек авантюрный Она мечтает Всю жизнь Разбогатеть Постоянно Какие-то у нее Проекты Потом она Прогорает При этом Она никогда Свои деньги Не вкладывает Она пытается У кого-то занять Перезанять И так далее Но не всегда Не всегда Оля С тобой нельзя Связываться Я бы тебе Три копейки Я бы тебе не заняла Никогда Три копейки И Надю Отговаривала Не надо Этого Я же ей верила Ирина Дмитриевна Разговаривать надо В суде Со мной И рассказывать Не о том Что Вы знаете Об ответчике Или об ИСЦ Вообще А конкретно О договоре займа В размере 100 тысяч рублей Понятна цель? Понятно Движемся к решению Задачи Несколько месяцев Тому назад Месяцев 8 Уже тому назад Надежда Мне позвонила Попросила Меня приехать В гости Чуть позже Подъехала Ольга И Надежда В моем присутствии Ольге Передавала Деньги Я убеждала Надежду Не делать этого Говорила Пойди Сама Отдай В банк Причем Я сама же Расписку Эту писала Сама Писала Своей рукой Надежда Что я ей даю Деньги Надежда Давала Ольге Деньги С условием Что Ольга Завтра Пойдет И заплатит Свою долю В банк И Ольга Клятвенно Заверяла Что завтра Деньги Будут В банке Деньги Передавались При мне При мне Писалась Эта расписка И при мне Ольга Обещала И ты Обещала При мне Завтра Отнести В банк Деньги Это вот То что я могу Сказать Не помню Все? Да Можно было бы Не допрашивать Свидетелей Потому что Достаточно Расписки Было бы Удаляется Суд Для принятия Решения Итак Между Истцом И ответчиком Заключен Договор Займа Заключен В письменной Форме Как и предполагает Это закон Не указан Срок Возврата Но Истец Прививил Требование И вы обязаны Были в течение 30 дней Вернуть Эти деньги Помимо всего Прочего Это был Целевой Заем Вы обязаны Были В соответствии С договором Передать Эти деньги В банк А истец Имел право Проконтролировать Эту передачу Вы не передали Меня слушайте Вы не передали В банк Деньги Поэтому У истца Имеются Все законные Основания Для взыскания С вас По договору Займа 100 тысяч Суд Удовлетворяет Требования Истца В течение Какого И взыскивает С вас А срок Я устанавливаю Один месяц Со дня Вступления Решения Суда В законную Силу Решение Суда Иск Удовлетворить У меня нету Никаких Сложностей В отношении С вашей мамой Она выйдет Из больницы Мы снова С ней помиримся Будем хорошо жить Но вы-то Нас оставьте В покое Ну ты-то головой Кучу-чуть Думать Можешь или нет Оставь меня В покое Ну что Вдовлетворить Ломать Да Еще настоящая Полная рука Красина Искалечия Я на тебя Суд подам Вот суд За искалечивую Ногу За искалечивую Ногу Убила меня Убила меня Убила меня Убила Harбо Проводил Убила крючки